Правый завелся. Сигнал и два двигателя буксира шлюзовой готовы к выполнению задач. Капитан судна Роман Морозов уже два десятка лет на речфлоте. За это время выполнял разные сложные задачи, но та, которую выпала решать на этот раз, стала самым серьезным испытанием. Необходимо было добраться и вызволить застрявшие во льду у коммунального моста суда и дебаркадеры. Напомним, они оторвались от берега вечером 22 января. Задача сложная была в том, чтобы пройти туда, дойти. То есть лед сантиметров 20 – это тяжело для буксира, это как бы не совсем ледокол. До того места мы шли порядка двух часов, пробивали лед. То есть где-то вообще не ломался, пришлось разгоняться со скоростью только так. За несколько часов удалось пробить путь шириной 20 метров. Провести всю операцию планировали за два дня, но управились за один. Буксир «Шлюзовой-102» еще с советских времен построен в 1973 году и до сих пор прекрасно справляется со своими задачами. Его мощность – 710 лошадиных сил. Буксировать судно может до 5000 тонн, а это две наполненные баржи. На следующий день после буксировки немало времени потратили и на расстановку дебаркадеров и судов на зимний отстой у причала мукомольного завода. Почему они сорвались с предыдущего места, капитан «Шлюзового» предполагает, кто-то не доглядел. Лед постоянно играет и лед уносит. То есть там ГЭС дает сброс, пошла вода, ГЭС чуть сильнее дал сброс. Не было достаточного наблюдения, у них швартовая оборвала и все это унесло. В руководстве порта Перм рассказали, что изначально к ним обратился оперативный штаб с просьбой предоставить ледокол, но он в настоящее время стоит на ремонте. Тогда решили попробовать буксир. Затраты по спасательной операции порту должны компенсировать владельцы судов и дебаркадеров. «Услуги наши стоили 170 тысяч в сутки. Это эксплуатация дежурного судна. Сюда входят все затраты на содержание судна, горюче-смазочные материалы и оплата труда экипажа». За отлично проделанную работу экипаж буксира «Шлюзовой-102А» руководство собирается поощрить. Евгений Гуляев, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.